Сегодня в Кривоарбатском переулке Москвы сотни людей приходили к исписанной стихами и признаниями стене, чтобы снова на ней написать «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Автор этих строк погиб ровно 20 лет назад, разбившись на 35-м километре трассы Сло катался под Ригой, навсегда оставшись 28-летним и окончательно превратившись для поклонников в далекую звезду по имени Солнце. О дне памяти Виктора Цоя из Петербурга, Николай Булкин. Эта звезда по имени Солнце снова сверкает. На могиле рук музыканта, в возвышении его отца, Дмитрий и Александр провели реставрационные работы. И накануне памятной даты открыли обновленный памятник. Вот легкие контуры, просто сделали так, что сверкоблесканные волоса. Отец на могилу к сыну всегда приходит рано утром. Спустя 20 лет уже так много сказано, но популярность Виктора для него по-прежнему загадка. После 20 лет до сих пор его так помнят, уважают. И вообще его популярность не то, что упала там, а просто возросла. Вот этот феномен удивляет меня, как и всех. Тогда многие видели в Викторе Цоя что-то мистическое. Может из-за восточной внешности, но главное все же, что его творчество было емким и точным. Казалось немного замкнутый, он самое важное говорил в своих песнях. Я ждал это время, и вот это время пришло. Четко молчал, перестали молчать. В знаменитом ленинградском рук-клубе он оказался в числе первых. И даже когда не давал концерты, уже выпущенные им песни пирожировались с кассеты на кассету. И его популярность росла. Чтобы его не привлекли по статье от тунеядства, рук-музыка работы не считалась, он трудился в кочегарке. И это только добавляло ему любви поклонников. Я просто чувствую себя свободным. И в конечном счете свободным. Потом были постоянные концерты в Ленинграде, по стране и даже гастроли за рубеж в 89-м. Альбом группы «Крови» породил киноманию, которая охватила всю страну. В ателье, когда я приходил, я отдавал туда и плакаты, и фотографии с разных ракурсов, чтобы было видно. И пришел проверять. И у меня было здесь вместо пяти строчек шесть. Я говорю, перешивайте погоны. Она говорит, неужели вам прям так вот все надо? Я говорю, да, прям так. Быть киноманом означало еще и быть похожим на Цоя. Черная куртка, длинные волосы. Было и тяжелое время, когда ты говорил с человеком, хотя его нету. Хотя энергия, она всегда присутствует. Правильно, как в песне сказано, что никто не уйдет навсегда. А так оно и есть, на самом деле. В цене теперь любительские снимки. Кадры не слишком хорошего качества, сделанные кем-то из толпы. А он на любом снимке отлично получался. Особая гордость киномана – коллекция значков. Вот, например, за такую звезду тогда задерживали милиционеры. Но все это памятные вещи. А есть еще музыка. В Петербурге теперь хотят поставить памятник Виктору Цое. Пока же, как и прежде, цветы несут к могиле и к той самой кочегарке. В Москве – к стене Цоя на Арбате. Такие стены стихийно появлялись в каждом городе. После того, как рок-музыкант погиб, его поклонникам нужно было высказаться. Цой жив – это ведь не просто слова. Верить в гибель музыканта из поклонников никто не хотел. И если приглядеться, эти 20 лет для них ничего не изменили. Отношения к кумиру тоже. И песни звучат во дворах колодцев. Хотя вот это уже парадный двор Михайловского замка. А человек с гитарой на сцене – музыкант, очень похожий на Цоя. Но главное, что музыка и слова Виктора.